В Нарве полным ходом идет реконструкция главного дорожного кольца города. Команда ЕСНТВ вышла на улицы Нарвы и собрала мнение жителей по поводу реконструкции кольца и состояния дорог в целом. Я скажу, что состояние безобразное. Не проехать, не пройти нигде, ни кругом. Значит, ничего никому не объясняют, никем не доказано, насколько это необходимость была. Дорога была прекрасная, никаких ям я не видел. Разрели, раскопали, все. Разворотили, не проехать нигде. Ужас, движение просто в кошмаре. Все в ужасе, водители и пешеходы. А что скажете насчет внутриквартальных дорог? Не просто городские? Внутриквартальных, как раз ямы никто не занимает. Яма на яме, все разбито, всем до лампочки. Ну что я скажу, как говорится, ну не знаю, зря, наверное, потому что было нормально, всех устраивало, а тут разломали, идешь, ни переходов не будет, ни светофоров, что там вот такое происходит-то вообще. А вообще состояние дорог в городе, как внутриквартальные, так и городские дороги, как вы бы оценили состояние? Ну вот есть места, скажем, внутриквартальные, особенно на Кренгольме, допустим, у моей супруги квартира там, да, вот заезжаешь на самом деле, почему бы не положить, сюда такие ложат, а здесь такой там, скажем, метраж, 30 метров, говоря, и не сделать. Ямы, да? Ну как бы да, тем более дети и машины заезжают, мне это неудобно. Ну, в общем-то, хотелось бы, чтобы было удобно, и не только автомобилистам. Автомобилисты, конечно, товарищи такие, требовательные, но и пешеходы, не надо забывать о нас, потому что хочется, чтобы мы удобно были, удобные переходы были, скажем так, желательно со светофорами. Состояние дорог вообще в целом в городе и внутри дворов, на ваш взгляд? Ну, ужасное, конечно. Вот у нас сейчас, допустим, на Паймару делают ремонт, скажем так, халтурный ремонт, если честно. Потому что у нас, я сколько живу, за 40 лет ни разу не было. Ну, так чисто пройдутся грейдерам, типа, ну, а ям постоянно, а тут. Сейчас начали делать, ну, халтурно, халтурно, скажем так. Удобно. Для меня удобно, а другим нет. Почему другим не? А потому что мозги не работают, парятся мозги, особенно женщины. Ну, они из серии плохих водителей. Ну, у меня 47 лет стаж, и поэтому для меня это... Главное, я научился, еще когда в Питере ездил поначалу, я езжу по знакам, а никак не по этим, по разметкам, что куда чего идет. Есть знак «Стрелка», вот я туда еду. Я сейчас без автомобиля, мне, собственно, без разницы. Ну, как пишут, вот удобно ли вам? Ну, так-то удобно все. На Ры вообще все удобно. Еще один вопрос по поводу дорог вообще в целом в городе и внутри дворов. Насколько там состояние хорошее? Ну, нормально, более-менее на четверку. Как работают, тут недовольны. Почему? Потому что там полный бардак. Но эти «Стрелки» стоят, водителям явно неудобно. А что там будет потом, нам неизвестно. Вообще состояние дорог в городе довольно как внутри дворов, так и городские? Ну, да, дороги у нас хорошие, в общем-то. Единственное, что сейчас ремонт идет, поэтому очень большие неудобства для водителей. Ну, работы идут довольно быстро, сколько они сделали, буквально за два месяца, за два-три месяца. То есть должны уже, в принципе, заканчиваться к логическому концу, но как пешеходу. Ну, конечно, оно было неудобно из-за того, что надо обходить очень сильно, но сейчас, надеюсь, как закончится, будет намного удобней. Конечно, без изменений, потому что тротуары особо не славятся ямами, но кто знает. И, если можно, в целом состояние дорог в городе, внутри квартальные, общие дороги. Как состояние? Я, на самом деле, не коренной нарвитянин, да, я приехал недавно, но я скажу, что я был приятно удивлен. То есть, как для пешехода, было очень удобно, развязки, пешеходные переходы, и во дворах дороги радуют. Пока об этом сложно говорить, потому что там понары, разметок столько наделаны и всего прочего. Когда это все будет сделано, тогда можно судить, правильно ли они поступили или неправильно. Вообще, состояние дорог в городе. Довольны ли вы состоянием, как внутри дворов и городские улицы? Ну, сейчас сложно судить, так как основные силы, по-моему, брошены на Кереса. Основные магистрали в первую очередь в порядок привести, а потом уже внутренние дороги надо будет подремонтировать, да. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok